Всем привет! Приобрел недавно под реставрацию часики вот такие АЧЗ Янтарь часы 64 года. К сожалению, при пересылке, когда их не пересылали, разбили стекло и сломали гонг. Ну, про гонг я отдельно сниму видео. А сейчас я хочу рассказать немного про стекло. Вот кусочек родного стекла. И оно здесь, видите, оно с фацетом. То есть оно было вот так длинное. С двух сторон у нас вот такой вот скос. То есть фацет называется. Оригинальных таких стекол, естественно, не достать. Потому что они, как правило, у всех бьются. Но это не проблема. Позвонил в одну мастерскую стекольную нашего города и мне дали телефон в другой мастерской, где делают такие стекла. Зеркала и стекла. И вот это стеклышко. Видите, фацет. То есть оно полностью соответствует настоящему оригинальному стеклу. Единственное, что когда я их забирал, я не посмотрел, они вот эту кромку не обработали. То есть это было просто, ну, знаете, когда стекло режут, ломают здесь острые края, которые можно порезаться. Ну, и выглядит это все дело некрасиво. Буквально 10 минут работы и мы имеем вот такую красивую кромку. Как я это делал? Взял тазик с водой. Ну, вот так вот воды в тазике. Поместил тазик. Потом взял, у меня вот есть алмазные брусочки от точилки. Вот у меня 240, 600 и 1000 единиц. Начинаем мы с грубого на 240. Ну, в принципе, можно взять и на 600 единиц. У меня два таких стекла я заказал. Одно стекло я начинал с 240, второе стекло я начинал с 600. Но 600 немножко дольше обрабатывали. Окунаем камушек в воду и потом вот таким вот движением, не нажимая, без нажима. То есть вот так вот окунули в воду. И вот такими движениями. И делаем нашу кромку вот такой абсолютно безопасной, ровненькой и красивенькой. Сначала грубым, потом поменьше и еще раз поменьше. То есть тысячным камнем. У меня есть еще на 1500, но я им не делал. Окончательную доводку я делал вот таким камушком на 1500 единиц. Я не брал алмаз специально, потому что этим камнем получается все-таки получше. Ну, алмаз понятно. Алмаз сильно грубый. После этого камушка финишная доводка вообще идеальная. Можно, конечно, заполировать, сделать полностью прозрачной. Но я думаю, будет хуже, будет отражение у нас внутри стекла будет больше бликов. Поэтому лучше оставлять вот такую матовую поверхность. В родном стекле оно тоже, видите, матовое. Ну и вот так вот теперь оно выглядит. Подходит идеально. Не болтается, не гремит стекло четверком. Держится просто великолепно. И часы имеют теперь вот такой вот вид. Так, ну и пару слов о корпусе. Как его очистить? Я для этих целей использую вот такой зеленый мистер мускул. Очищает вот эти корпуса просто великолепно. Сверху потом еще полиролькой. Никогда не используйте спирт, потому что здесь у нас сверху шеллак, а спирт его растворяет. То есть вы просто убьете их окончательно. А вот этим средством получается очень даже хорошо. Я еще не промывал, ничего с ним не делал. Распыляете. Ну, как обычно, вы моете стекла. И вот смотрите, вся грязь у нас, весь налет, вся вот эта грязь, вся муть, она уходит. Смотрите, какой получается красивый корпус. Главное, повторюсь, никогда не используйте спирт, потому что этот лак в спирте просто растворится. И потом вытираете чистой тряпочкой насухо. Смотрите, вся-вся-вся грязь, все темные места, они просто-напросто уходят. Потом сухой тряпочкой и полиролью. Любой полиролью для мебели можно воспользоваться. У меня полиролька вот такая. Есть еще спрей, но я не люблю спрей. Я предпочитаю именно обычную полироль. Наносим немного на ткань. Натерли, опять берем чистую сухую тряпочку и уже натираем чистой сухой тряпочкой. Все, вот у нас появился блеск. В принципе, они уже сверкают, как новые. Смотрите, как они сверкают. Обалденно, да? Да. Очень красиво. Ну, естественно, все это надо делать немножечко получше. Это я вам просто на камеру показал, как вообще это делается. Очень красиво. И даже не видно, что лак потрескался. Шеллак. Возможно, я потом здесь заменю. Этот шеллак сниму и покрою новым шеллаком. Если вы будете это делать, не покрывайте современными лаками, а возьмите все-таки именно шеллак. Потому что шеллак выглядит все равно намного красивее. Он, конечно, дороже, чем обыкновенные лаки современные, но оно того стоит, поверьте мне. Вон дочка пока подсказывает. Вот такие красивые часы у нас получились. Механизм я уже перебрал. Он уже отлично идет. Все тикает. Но я пока его снял, потому что примерял стекло. Корпус, видите, надо еще отмыть со всех сторон. Кстати, вот очень хорошо видно. Видите, вот он грязный, как здесь. И вот смотрите, как здесь он уже сверкает. Даже не знаю, вот эти вот трещинки, они даже придают особый шарм. Видно, что часы старые. Поэтому не знаю, буду я покрывать шеллаком или нет, менять этот лак. Ну, посмотрим. Время покажет, что я буду с ними делать. Но пока они мне нравятся и так. Главное, не наносите этого средства либо полироли сильно много и почаще двигайте рукой. Вот так, побыстрее, без сильного нажима. Чем больше вы будете вот так вот быстрее двигаться, тем лучше у вас будет результат. То же самое касается и полиролькой. Немного полироли нанесли. Не задерживайте тряпочку на одном месте. И потом берете чистую сухую тряпочку и очень-очень-очень быстро двигая рукой просто полируете ее. Чем быстрее вы будете двигать рукой, тем лучше будет у вас результат. Ну, собственно говоря, и все. Вот ни с каким другим лаком вы вот такого эффекта не получите. можно, конечно, сделать финишную полировку и просто спиртом, но для этого вы должны почитать, изучить технологию нанесения шеллака. Иначе у вас ничего не получится. Но, опять-таки, ничего страшного, даже если вы что-то испортили, это всегда можно исправить. Шеллаком работать на самом деле очень просто. Главное понимать, что вы делаете. Как, в какой последовательности и как именно нужно что-то делать. Но, когда вы сделаете, результат будет великолепный. Будет, вот если сейчас сменить шеллак на новый, конечно, результат будет вообще бомбезный. И никакие современные лаки вам это не дадут. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока. До новых встреч. Увидимся. за стекло я заплатил 160 рублей. Согласитесь, это совершенно недорого. То есть, мне они обошлись 160 рублей и 10-15 минут работы при помощи алмазных вот таких брусочков. Ссылки на брусочки я оставлю под видео. Я их покупал на Алиэкспрессе для своей точилки. Обалденная штука. Рекомендую. Всем пока. Увидимся. До новых встреч. Пока. Пока. Красиво смотрится. Очень. Продолжение следует...